Спасибо. Записок уже много написано. Сейчас будем смотреть. Значит, если бы кого-то не подписали, большинство, может, не подписали, значит, после второго отделения мы вот тут вот устроимся и всем всё подпишем, на своём не последний диск. Ну, может, не последний, самый крайний. Расскажите, пожалуйста, о своих родных Смоделёвщине и спойте «Дорогу в Израиль». Вот, я, кстати, не помню. А, есть, да, да, да. Значит, сейчас вышел фильм, который раз сегодня, 31-го числа, проходит на фестивале, по-нашему шорт-лист многих фильмов, фестиваль документального кино в Голливуде, английский вариант, там, «Софтитрон» по-английски, и в 31-го раз, я не ошибаюсь, он проходит «Последний тур». Я знаю, что там с ним будет. Тогда это такое, как видишь. Дело в том, что дядя был Савлийграде, город на Закровске, естественно, но многие были, на мои родители, в Могилёве, и многие поколения моих предков жили в Белоруссии, общались с Могилёвым, очень большая семья, и их родной Азербург недержит. Значит, всех моих родных в 41-м году, в сентябре и в октябре, кто остался на 4-м Могилёве, немцы положили их в 3-4 я, не потрудившись толком расстрелять. И вот, причем тому, что вот я в 75 лет похватываю, что я ничего не знаю ни о родных, ни о языке, на котором они говорили, я иду в Могилёве вообще в Белоруссии, искать следы своих, свой очень большой когда-то, достаточно, семьи, и языка, на котором они говорили, ничего не нахожу, кроме разорённых кладбищ. Это мы посвящим фильму. Для фильма написано целый ряд песен, поэма в поиске Видиша, которая есть тут в книжке Коломна, частично, тут есть книжка Коломна, в последних книгах. И там нет песни «Дорога в Израиль», но «Дорога в Израиль» эта песня, которая вошла в другой мой фильм, тут есть первые 4 серии, кстати, они были в YouTube, сейчас бы и есть, на интернете кто-то выложил, общего сериала под названием «Атлата держит небо». Это фильм о моей жизни, по книге воспоминаний, а снято сейчас 30 серий этого фильма, первые 4, полчаса каждые фильмы. Есть вот здесь вот, это Ленинград довоенный, это Блокана, я блокальник, это послевоенный Питер, школа, которую я окончал, и отечественное горное институт, мой родной горный институт. Дальше пойдут серии, там еще не смонтированы, может быть, еще не смонтированы, но уже снятия, «Правосакрасная Штерна», «Деревянные города», «Перекаты», «История песен», «Поющие 60-е», и прочее, и прочее. что-то из-за него саду, что-то нет, все равно. Вот, хорошо. А, тихо! Тихо! Хорошо? Вот так, да? Так лучше? Вот. И вот, собственно, первые 4 серии этого фильма тут есть. А «Дорога в Израиле» просили спеть, да? Ну, спою, конечно. А это вот, так сказать, есть фильм, который называется, называется он, «Остров Израиль», он, называется этот фильм, потому что мне удалось доказать, как геологу, что на Мертвого моря идет огромная трещина, которая расколет летосферу, значит, то на сфере, наверное, на Семёном море будет океан, так же, как в месте нашего Байкала. Он раскрывается, там будет океан, и восточная часть России отходится от Сибири, уйдет отдельно, а там, значит, соответственно, уйдет отдельный Израиль от своих арабских соседей. Ну, это уже геологические факторы, и будет это не завтра, а через 15 миллионов марионтажа. Вот. А, да, да. А, да. Ну, вот такой, да. Это вообще, я читал лекции в Томинском университете, и мы говорим, что, вот смотрите, вот всё, будет море, и, значит, Гордания отходится, Египет отходится, и кончится интифада. Я говорю, профессор, когда именно? Через 15? Через 15 миллионов лет. Ну, подержитесь 15, а всё будет хорошо. Вот такой стих. А где ставь? А где ставь? А где ставь? А где ставь? Нет, ниже, ниже. Хищата Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога в Израиль идет через поиски Бога Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Жмется плещу в холодной пустынной квартире, Где в окна случатся ветра. Такое слышишь в мотиве, чего я не слышал. Вчера дороги седые от пыли, Крутая волна под винтом. Мы в юности трубы любили, Гитару любили потом. На выстревших снимках остались Чертые молодого лица, А скрипка приходит от старости И будет с тобой до конца. Мне жить бы хотелось иначе, Веселый вернуть себе вид, Но в скрипках все плачет и плачет, А сердце болит и болит. Тут у нас несколько смешная история. Вот целая стопка записок, Вероятно, оставшиеся от предыдущего концерта. И давайте попробуем разобраться, Что к нам относится, Что к нам относится, Что к нам относится. О вреде снобизма. Я не знаю. Знаете, у нас нет такого, ничего. Нет, ничего. Это никому. Понятно, что это Тимур Султанович Шауф, Тут написано так. Тимур Шауфович, пожалуйста, Тевтонскую песню. Это моя дочь. Ну и так, Красового у нас тоже нету. 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 Это вот тоже его, его. А любовь цвета осени? Нету. Тоже нету. Ничего такого. Нету. Ничего. Все отменяется. А что это вы первых нашли? Это нет. Давайте у нас своих. Да вот тут нашел. Все, больше там не ищите. Вы давайте нашли. Ну тут все просто. Перекаты, пожалуйста, И паруса крузами. Перекаты, под конец, Паруса Крузенштейна сейчас. 62-й год. Перекаты, почему? В нашем месяце Споем концепция. 62-й год. Борт военного паруса Крузенштейна, Первый по входу Северной Атлантии. Мелодия не моя, Мелодия композитора Владимира Струянка. Расправлены вы, Белый гордо, Не жди меня скоро, Желая, А вверх загибают У морда Крутого посола Волна. Северным солнцем Неверным От южных небес Синевой Всегда паруса Крузенштейна Шевелят над моей головой. Всегда паруса Крузенштейна Шевелят над моей головой. Когда паруса Крузенштейна Шевелят над моей головой. Пущает слепячий Пущает слепящий вспышки Гонят надо мной К пишет Мальчишки-мальчишки-мальчишки Пусть вечно Завидуют мне И старость отступит Наверно И власть надо Надо мной Когда паруса Разочная верна Шулят над моей головой Когда паруса Разочная верна Шулят над моей головой Спасибо Пожалуйста, спорьте Тильные тундры Спасибо В 72-й год Остров Вайгач Короткая полоса полярного лета Стихи мои Мелодия Безрегивающая всю жизнь Моего друга Актера Олеградского театра Ленинского кульсомола Юлия Хогликова Песня называется Тильные тундры Актера Тундры Где под спор Будет лето Быстрее Секунды Девятые Как каменные Тунры Где с ним Привычки Легко Легко Селёв Благо Плывущим Нам тундры Тель-тицы Пролетающий Нам тундры Детей Аремя Что лежит По тундре Перегоняет Бешеных Пути И если Как-то Рассказавшись Утром Целых На час Озеркали Утре Попросила Рассказать О тундре И без бумаги Бедной Я нашёл Селёв Благо Плывущего На тундры Тель-тиц Пролетающий Нам тундры Веки Аремя Что лежит По тундре Отбросил Быйян Канадашок А то Покончим С этим Трудным делом Оставил Место Для Лаше Белое Весь Прочит Закратил Без Смена Зелёной Краской Радостной Для Глаз Обласили Выброшу Кисточку Подольше И Осторожно Краску Дям На Больщик Аргений Аргений Крек Закончим Рассказ Я Повторяю Тебя Тоб Живучий Трудным Что Мир Устроен Праздничный Утро А мир Устроен Праздничный Матр Пока Вы Весен Каждый День Терёв Благо Плывущего На тундры Тель-тиц Смена Летающего На тундры ПЕСНЯ 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 Потерять уменье удивлять Страшнее потерять уменье удивлять И вон взбродясь в края Обыденной земли, обыденной любви Обыденного супа страшнее Мало забыть, что где-то есть дарит На ветреной пролив И вон взбродясь в Квадалупо Страшнее мало забыть, что где-то есть дарит На ветреной пролив И вон взбродясь в Квадалупо Так будь же даст на Бог За все грехи грозят На самой смерти быть взаимной Не слишком, чтоб взрослым было нам Завидовать нельзя, чтоб можно было нам Завидовать мальчишкам И будут ценятся стрелять Нам в комнатной были последние года Отмеренная стука И будут миновать ночные корабли На ветреной пролив И вон взбродясь в Квадалупо И будут миновать ночные корабли На ветреной пролив И вон взброд pain Прочитайте, пожалуйста, стихотворение «У защищённых марлей окон». «У защищённых марлей окон». Вот такой поэт Юрий Кузнецов, который очень, так сказать, был перунистом. Был такой литератор, который сильно, значит, они и такие были люди русские, настолько, что они отрицали Христа и христианство и говорили, что это уже не наша религия, наша – это вот язычество. Вот перун, значит, слейбок и другие, значит, славянские боги. И у него вот такие гордые строчки «Я пил из черепа отца», такая славянская какая-то якобы была такая традиция, пить из черепа предков. «У защищённых марлей окон» «На подмосковной старой даче, две комнатушки и терраса, на лето взятые в наём. Себе признаюсь ненароком, что мог бы жизнь прожить иначе, жаль лет потраченных напрасно с тобой, не прожитых вдвоём. Недугом медленно затронут, но я пока ещё не сломлен, припомнив основном долге у края каменной плиты. «Я проследить пытаюсь хроной своей безвестной, родословной, мой путь наметивший недолгий от темноты до темноты. Весь третьим не был я к пол-литре, а был всегда третьим лишним на землях глинистых и вязких, которых не было родней. Я краска от другой палитры, так уготована всеушним, и нет в крови моих славянских болотных северных корней. Сахой не вспарывал я землю, не рыскал с кистерём почаще, и ворон от каян и рея не трогал моего лица. Я белый, я хмутная хмельная зелья, из белой я круты чаши не пил, поскольку евреев не пьют из черепа отца. Что проку мне в степной полове, в речонках узеньких тарусских, в напеве песни однозвучной, что с детского в памяти жива, мой дед в губернском могилёве писал с ошибками по-русски, мои израильские внучки забудут русские слова. Я выбег древо родового, проду диаспоры печальной, перед я запутанной дороги, где в юго заметает свет, но Бог, что был в начале словом, дал здесь мне воздух изначальный. Если читать звуков в слове, которому замены нет, не быть мне родиной любимым, страны не знать обетованной, но встанут час, когда я скину, замучен мачеху и злой, строка моя смешавшись с дымом российской песней безымянной, а плоть моя смешавшись с глиной российской горькой земли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Александр Алексеевич, спойте, пожалуйста, вашу любимую специфическую, не вашу песню, а, спою. АПЛОДИСМЕНТЫ По поводу песни, с которой я началась авторская песня, которую я услышал в 44-м году в первом году в Гаатце, выведенной по дороге жизни, якобы Ильич, через блокады, из блокады в Ленинграде, когда осталось в моей любимой песне, как и исполнявшая манка Бернес, самый любимый исполнитель песни. Тёмная ночь 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 Тёмная Тёмная ночь Тёмная ночь Тёмная 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 ночь Тёмная 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 Город скрати на свой порог и в грозный океан. А как плечи горя дрова, и в югах за окном, Собьём за здравые слова, перцающие вина. Спойте, пожалуйста, вальс на родовольцев. Минуточку, минуточку. О чем идет речь? Дело в том, что, видимо, идет речь о песнях... Похоже, что это не песня, это памятник Пировская, это, скорее всего... Нет, 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 нет. Данный песник, спектакль, памятник Нартоволица Дмитрия Лизакуба, 18-й год. Если иначе нельзя, что там? Там больше... Если иначе нельзя, да? Это трогическая история человека, повешенного в конце 19-го века в Одессе, за то, что он был спонсором самодеучательного парада. Что пил в эту автор записки? А я не знаю, что пил в эту автор записки. Так или не так? Если иначе нельзя, какая песня? Кто написал записки? Вот это... А я он написал. Или это опять не мне ошал. Спектакль назывался, если иначе нельзя. Как бы моление о чаше. Там я вообще... Я в том, что был христианин, и у него там или иначе... Он писал песню Дмитрия Лизакуба. И моление о чаше, чтобы, значит, принести ему о чаше. И пусть минует, пусть минует меня, чаша сияет. А тут он, как моление, чаша несколько редактированная. Что если суждено мне любить и умереть, то ночью гореть, чем убить. Потому что там все иные христианские запахи. Первый, а потом где-то вторая, когда Христос приходит юноша, и говорит, научи Господи, как в один Царствие Небесное, и Бог говорит Христос, что раздай свое богатство, иди за мной следом. Юноша, еще не ответит в крест, и отмечаялся и ушел, а богатство было слишком велико. Вот какая штука. А тут он раздает богатство Дмитрия Лизакуба, и за это его вешают еще. И вот начинается вот с такой песни. Все песни написаны от лица, как сделано Дмитрия Лизакуба. Потому что когда их написали, поставили спектакль, я, с сожалению, узнал, что человек писал песни. Ну вот такая история странная. Если иначе нельзя, не грятут неизбежные битвы, Там в путеводную нить и врагов беспощадная бразя. Боже, не дай мне убить, избери меня прежне убитым. Если иначе нельзя, если иначе нельзя, Боже, не дай мне убить, избери меня прежне убитым. Если иначе нельзя, если иначе нельзя, Боже, всевидящий Бог, где нашли уж испытания плоти, Пусть и вершинам твоим приведет нас к рода и стезе, Чтобы пророк над толпой возвышаться бы на пешафоте. Если иначе нельзя, если иначе нельзя, Чтобы пророк над толпой возвышался бы на пешафоте. Если иначе нельзя, если иначе нельзя, Если иначе нельзя, слышите, соблюдающий гомон, Видите, как чайка летит на крыле в подпишном скользя. Пусть возражают друзья, не отдай эту чашу другому, Если иначе нельзя, если иначе нельзя, Пусть возражают друзья, не отдай эту чашу другому, Если иначе нельзя, если иначе нельзя, нельзя. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, когда редкие заявки, в миссинге вообще никогда не появилось, Вообще их много, тут есть вот эти датированные издания, Их около 260-270 песен. Ну, давайте берем козинку, что он спеет, то берем. А, замечательно. Спектакль был запрещен, за другую правую песню. Театр был закрыт, и режиссер был из него уволен. Главное, да. Тут одним почерком, да, много-много. Ну, возьмем, вы что же. Два раза терлётные ангелы, Но терлётные ангелы были еще одним другим почерком. Ну, давайте переоденствуем. Кстати, вот. Памяти сотня тысяч. Жан с Тернисом, покившим на грех на крае севера. Нам ночами июньскими Не спать осенним, Не крутить нам по комнатам Сладкий дым, папирос, Белёртые ангелы Летят на север Их нёжные крылья Обжигает мороз Отпускаются ангелы Их нёжные крылья Их нёжные крылья Их нёжные крылья Их нёжные крылья Обжигает мороз Отпускаются ангелы На крыше зданий И на храмах покинутых Их нёжные крылья 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 И когда ветры тёмные в лицо подуют, И от линии последней ты свою вырнешь лоб, Это значит навек твою башку седую. А синий ты сбавление лебединым крылом, Это значит навек твою башку седую. А синий ты сбавление лебединым крылом, Но не плачьте, братишечки, над огнем землю. Вы не врите, братишечки, протраченный юг, Перелённые ангелы летят на север, И тяжёлые крылья над тундрой поют. Перелённые ангелы летят на север, И тяжёлые крылья над тундрой поют. Тем же почерком песня о Лиле Брик. Ещё грустные песни заказывали. Песня, посвящённая... Но тут есть другие почерки. Да, есть Лиле Брик. Песня, посвящённая Лиле Брик. Подруги Маяковского. Женщина сложной, яркой биографии, Которая, с одной стороны, Приложила руку более его лековым призвлением гибели, Возрыве страны обеспечила ему бессмертие своим письмом, Товарищи Сталину, На котором красным карандашом великий вождь начертал Н.И. Ежову. Тогда Ежову ещё не был главой коллективных органов, А был руководителем орган дела ЦК ВКТВ. Примите меры. Кое-то ищите памяти Маяковского. А дальше то, что во всех учебниках мы изучали в школе. Маяковский был ассоциацией очень талантливающим поэтом нашей советской эпохи. И вот песня, посвященная Лиле Брик. Это уже ещё напрасно. Поревенты навсегда. Поревенты навсегда. Поревенты навсегда. Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя. Не ищет себе печаль, Попадая к ней в горе. Ей тревожными ночами Не придумывая память, Позвольте про эти губы Славной жизни не губя. Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя. Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя. Что не наш, ей будет мало Не уверить эту прыть. Будешь вечно с кем попал Эту женщину терить. Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя. Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя. Солнце движется по кругу, Листья падают в крову. Эта женщина не любит, Но не выпустит тебя. 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 Ну что, давайте, Раско послал. Вот, кстати, сказать, Даша, Это, наверное, Даша. Есть Даша, да? Кстати, сказать, вот это вопрос Соотношения крови и культуры. Христианская, не христианская, Что очень важно. Не торопливо Истина простая В реке времен Нащупывает брод Родство по крови Образует стаю Родство по слову Создаёт народ Не от доволи, Смертных поражая Непостижимой мудростью своей Бог Моисею Передал скрижами, Лети отъединяя От зверей. А стаи не нужны Законы Бога. Она живёт за это вопреки. Там ценятся в сознании У Бога Ближе цепкий нюх, Да острые клыки Своим происхождением. Не скрою горжусь и я, Родители и ребят, Но если Слово разойдётся с кровью, Я Слово выбираю для себя, И не отыщешь выхода иного. Какие возражения не готовь, Родство по слову, Порождает Слово. Родство по крови Порождает кровь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, сейчас, Не же долго хватит вашего терпения. Что? Ну там где, Заказ, так и заявочка. А, это, Не ж не поэты? Да, А если можно и вашу песню поэты. Не же долго хватит вашего терпения. Хорошо, давайте. Позабыты, неначитанные книжки На прудами шумные веселья Это бродит бездородная мальчишка По море парковых веселью Их смеется с ломышком зимитем Развяты далекие рассветы Не женитесь, не женитесь, не женитесь Ненадолго хватит вашего термения Черный снег над головой крутит Затерялась затупившаяся перья Между бабник, ленточек и кружек Не нашел книжного приобретения Не стремил головы пистолеты Не женитесь, не женитесь, не женитесь Зимний вечер над цветами над горами Зимний вечер мастерные мунисты И грустит портрет тяжелой раны И взевают злобные туристы Ждет петель серебряные нитки Белый путь над кровью наделы Не женитесь, не женитесь, не женитесь Не женитесь, не женитесь Поздравляю, что все награды А, лету спели, остров Погубов Ну, хорошо, слава А, видите У нас подполковник Трубячинский, дворец Трезин Дорец Трезин Так, а сишки какие-то были Чувство стыда появилось А, ну, давайте, стыд, стыда Хорошо Снова январь По-московски сырой И грепозный Мокрые вьюги И дождь ледяной на дворе Чувство стыда Было и сравнительно поздно В Греции древненно хмурой Троянской зре Неотомченная обида, оно не простит И милосердие тоже оно не простит Стать победителем, кровь проливая, не стыдно Стать побежденным, это действительно стыдно Попеременно, то слава севлеет, то силу По лабиринту водит непрочной нить В смертном бою Наплевает на хейца, по хиллу Ноза патрокла, не можно Не отомстить Вечно воюя светскую натуру дикой Тянется к солнцу зеленая-то лоза В царстве теней Нелегко будет верно Эдипу Как-то родителей сможет Поднять его глаза Стало сложнее со временем Эта картина Вот о моем исходе Как будто года Так почему же она до меня Накатила Невыносимое Жгучее чувство стыда Стыд Замучение моих опозоренных предков Стыд, что по жизни Не лучший ушел Из дорог Стыд потому Что обманывал близких Нередко А не обманывать тоже Как будто не мог Стыд за народ Привыкший к порядкам Острожным Стыд за желание Новому верить царю Стыд за молчание Из-за того Кто, возможно, не понимает О чем я сейчас говорю Аплодисменты В краю Несколько зимы И зелья Полотной травы Дворец-архитектор Тризим Поставил У края Невы Плывет Смолокуриный Запах Нарушится Дубовый Исток Полдюжины Окон На запах Полдюжины На восток Полдюжины Окон На запах Полдюжины На восток О земные Кончаются Тропы У серых Мари На краю То Азия Здесь То Европа Тихтоет Погоду Свою Да имя Балтийский Незапер Да ветер Сибирский Шестопот Полдюжины Окон На запах Полдюжины На наставок Полдюжины Окон На запах Полдюжины На наставок А это Вот это Вот самый Ну честно А это Вот самой Причине Связи Вот Если Вот Сказать Что Приятно В этой Самой Связи Мы Вот Тастую Порыв Субтитры 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 Неизвестно Псиной Таинство Таинство Детского Ребята Брит Что останется Кому Кто Объяснит Мне Бескрепетно Что Мне Считать Своим Домом Предки Что Казом Удушены В общей Исчезли Могин Дом Мы Вплох Аду Разрушены Люди Обжили Другие Неопротиво Потеряно Все Что С рождения На Но Нам Кто Объяснит Неуверенно Что Мне Считать Своим Домом Город Желто-медовый Этот Заснеженные Мысли Объявление Дома Объявление Смысл жизни Что Теплится Вроде бы Значит Не Кончился Порох Объявление Родины Призрачной Точки Опоры Спасибо Когда На сердце Тяжесть И холодно В груди К ступеням Эрмитажа Без сумерки Приди Где Везде И Хреба В Замытые В веках Атланты Держат Небо На Каменных Руках Атланты Держат Небо На Каменных Руках Держат Тилом Могину Немет Со стороны На Выдержанные Ситы Колени Свидины Их Дершая Рода Вожди Их Раот Если Росслав Никто И Ева Упадет Если Росслав Никто И Ева Упадет А в день Заплачут Домы А выгодят Боя Небо 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 Год От Года Все Дать Тяжелее Дрожит Оно От Года Ракетных Кораблей Дрожит Оно От Года Ракетных Кораблей Стоят Они Ребята Стоят Небо Рыбака Отланты Небо Небо Рыбака 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 ПЕСНЯ 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 К спектаклю по пьесе Александра Ильича Островского «Горящее сердце». Там гуляют непреченые дети, как я сказал, и каста века, и в России назревают всякие неприятности, там на удовольствие, Первая революция и прочее. И вот такая звучит песенка. Нет... Там все три куплета, а здесь модуляция. Зарекой закат горит, болит мамы, Вечер опускается налог, А в грязном городе Каринове Сколка непролазная вокруг. Стыренькие повсюду, да старушечки, Как же мне потешно моё брыть! То ли снова вы брыть из лошечки, То ли по сырманку полюбить. А Лёха, то ли снова вы брыть из лошечки, То ли по сырманку полюбить. Для чего зазря учиться в грамоте, Ежели такие чудеса. То ли мне со свечкой в храм идти, То ли мне направиться в леса. Выдавим на реченьку на быструю, Бей себе, гуляй себе на поле. То ли нам заделаться по пистами, То ли нам удариться в забой. А Лёха, то ли нам заделаться по пистами, То ли нам удариться в забой. Зарекой закат горит, болит мамы, Птицы бираются на йог. А в лесном городе Калинове, Сколько не пролазая вокруг. И какую браться резолюцию, Ученик мы с вами до цари. То ли поддаваться в революцию, То ли поддаваться в лотари. А Лёха, то ли поддаваться в революцию, То ли поддаваться в лотари. Спасибо. Спасибо, друзья. Следующий у нас концеркция, кто захочет спросить, 28 августа. Сейчас вот те медицины, я всем все подпишу. Счастливого остатка лета. И всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.